Подмосковье, 21 июля. На самом деле обидно, что никто из зрителей не посадил морковь таким способом. По крайней мере, не было ни одного комментария. Весной я делала два видео о ранней посадке моркови и о посадке лука. Лук посадили рано многие, и меня радует, что зрители видят причинно-следственную связь. Очень рады, что садила лук так рано. Соседи смотрели молча. У нас так рано лук не сажают. Потом соседи спрашивали, что за импортный лук. А лук был обычный. Была жара, когда они сажали лук, и воды их луку не хватило. А мой стоял бодрячком. Но с морковкой, как я понимаю, зрители побоялись или все-таки поленились попробовать посадить под снег. Зато многие сажали морковь через рассаду. А это очень утомительное занятие, по крайней мере, для меня. Уж точно. Результаты посадки моркови и рассады тоже оказались разными. Морковь из рассады. Фото Антона. Вот с таким комментарием. Свеклу можно выращивать через рассаду, а вот морковь нет, как я и предполагал. А эта морковь тоже из рассады. Наталья из Подмосковья. При желании выращивать морковь можно и через рассаду, но нужно знать о том, как растет морковь и почему бывают уродливые корнеплоды. Дело в том, что корень моркови нельзя травмировать. То есть его достаточно просто задеть ненароком, а корнеплод будет уже кривой. Поэтому учитывайте это, выращивая морковь через рассаду. Учитывайте, когда прореживаете морковь. Ведь выдергивая одну, очень просто задеть ненароком корень другой и даже не узнать об этом. Все то же самое касается прополок. Сорняк хочется выдернуть с корнем. Это понятно. Но кто его знает, как этот корень сорняка расположен под землей. Отсюда и получаются кривые, многорукие и многоногие корнеплоды. И совершенно верно, что со свеклой такого не происходит. Свеклу можно сажать рассадой. Можно пересаживать на другое место, если она взошла слишком густо. И кривых, уродливых корнеплодов по этой причине не будет. В прошлом году было видео о двух способах посадки моркови. Но показать урожай ранней моркови полностью у меня не получилось. Что нам дает посадка семян моркови под снег весной? Всем известно, что в семенах моркови содержится эфирное масло. Это одна из причин, по которой морковь сходит долго. Кто-то замачивает семена до посадки, потом высушивает. Кто-то, посеяв морковь, поливает ее через день. При посадке под снег все проще. Семена замачиваются под снегом, поливать ничего не нужно. Этим я экономлю свое время. Кроме того, это время года достаточно свободно от огородных дел. Никаких других посадок делать не нужно, за исключением посадки редиски в теплице. Если у вас теплица есть, тогда свою редиску можно будет есть. Если не на 1 мая, то на 9 мая уж точно. Итак, мы сеем морковь. Земля еще не оттаяла, но это нам совершенно все равно. Здесь лед, поэтому делаем насколько это возможно. Засыпаем снегом. И если есть возможность, и можно воткнуть дуги, ведь по краям грядки земля уже может и оттаять, то ставим дуги и накрываем укрывным материалом поверх снежного сугроба. Вопрос. Зачем накрывать снег укрывным? Чтобы он быстрее растаял? Нет. А знаете, что интересно? Снег под спонбондом тает не быстрее. Он тает медленней и равномерней. Когда снег растает, то добавлять его не нужно. Я пробовала. Нет, не нужно. Спонбонд так и останется над грядкой. И можно долго не поливать. Но если вы заглянули под укрывной и увидели, что верхний слой земли совсем сухой, а такое может быть, очень многое зависит от погоды, то тогда нужно полить излейки с рассекателем. Благодаря укрывному материалу нам будут не нужны частые поливы. Но кроме того, морковке под укрывным не страшна морковная муха, которая летает первый раз рано весной и кладет яйца у основания молодых стеблей моркови. И следующий бонус. Укрывное не дает возможности отложить личинки майскому жуку в незамульчированную землю. На совместных посадках моркови и лука я остановлюсь позже. Самый неприятный момент выращивания моркови это прополка перед мульчированием. Хорошо, что это нужно сделать только один раз. Вот в таком или чуть более раннем возрасте морковь пропалываю. Очень хорошо проливаю. А дальше засыпаю опилками. Слой опилок 2-3 см. На этом уход за морковкой закончен. Теперь только поливать раз в неделю. Но полив должен быть обильным. Ведь сначала нужно промочить опилки. В обзоре нашего участка от 24 июня я уже показывала вам, как растет ранняя морковь. А сегодня мы попробуем выдернуть морковку. Земля сухая, но не очень. Вот такая морковка. Конечно, она еще не доросла. Опилки у меня свежие, сосновые. Свежие сосновые опилки не нравятся. Что морковной мухе, что луковой. Пожалуйста, воспринимайте информацию о опилках в комплексе. Не выдергивайте из текста только опилки, не обращая внимания на все остальное. Важно, чем мульчировалась грядка до применения опилок. И то, чем будет замульчирована грядка после уборки урожая. Подробно я показала, что происходит до и после применения опилок в видео по ссылке наверху. У кого нет времени посмотреть все видео, смотрите на 7 минут 50 секунд. Совместные посадки лука и моркови как защита от луковой и морковной мухи одновременно. Такие посадки я пробовала, но отказалась от них по многим причинам. Вы знаете, что я сажаю раннюю и позднюю морковь. Рассмотрим вариант посадки лука вместе с ранней морковью. Посадка моркови происходит очень рано. Земля не оттаяла, и сивок в такую землю не воткнуть. Да и не знаю, пойдет ли на пользу луку посадка в лед. Допустим, что лук можно посадить попозже, когда уже растаял снег, которым были засыпаны семена моркови. Конечно, можно пометить бороздки, чтобы не перепутать, куда воткнуть сивок позже. Но, чтобы получить достойную морковь и не менее достойные луковицы из сивка, расстояние между бороздками должно быть не 15 сантиметров. Больше! По-другому, ботва моркови перекроет рост луку. А это значит, что нужно увеличивать площадь посадок, что для меня не является целесообразным. При посадке лука с поздней морковью тоже придется сажать их на большом расстоянии. Но, кроме того, есть еще одна причина. Например, сейчас позднюю морковь нужно поливать. А вот поливать лук совсем не нужно. Вот по этим причинам совместная посадка лука и моркови для меня нерентабельна. А судя по вашему опыту, о котором вы писали в комментариях, такая совместная посадка многим не дает защиты от мух. После того, как морковь была засыпана опилками, спонбонд, еще неделю или две не снимали. Дуги стояли низкие, и морковь была закрыта. Открыли только тогда, когда ботва уперлась в потолок. Ранней моркови я сажаю немного. Меньше квадратного метра. Она идет на еду. То есть в супчик или борщ, на всякие заготовки. И просто похромкать. До сентября она уже кончается. При желании, таким способом можно посадить и 10 квадратных метров. Если нужно. С одного квадратного метра получается до 20 килограмм. Это если поливать, и если не таскать морковку на еду в период роста. После того, как я вытащила морковку 24 июня и показала в видео, никто не мог пройти просто мимо грядки. Каждому хотелось выдернуть морковку. Позднюю морковь я убираю в октябре. И вот она уже идет на хранение. Мы ее едим всю зиму. При уборке моркови мы получили бонус. В прошлом году на этой грядке росла картошка-журавинка. Убрать все клубни у меня никогда не получается. Всегда остается пара-тройка потерянных клубней. По всей вероятности, этот клубень был большой. Раннюю картошку мы еще не убирали. И таскать с грядки я запретила всем. А картошку просто так стащить не получится. Картошина не сильно похрумкаешь. Вот и случилась у нас случайная, незапланированная уборка одного куста журавинки. Зато стало понятно, что происходит в посаженной картошке. Журавинка это поздний сорт. Решили измерить площадь посадки моркови. Очень было интересно, сколько же у нас получилось на выходе в этом году. Хотя я вам говорила, что таскали морковку постоянно. Тем не менее, все равно интересно. Конечно, морковку нужно помыть и взвешивать без ботвы. Это ужасные корявости. А я и не говорила, что такой морковки у меня не бывает. Бывает, но ее совсем немного. Можно пренебречь. И 11 килограммов нормальной моркови, среди которой попадаются двойные. Но сильно корявыми я их не считаю. При том, что морковку таскали постоянно, получается 15 килограмм с квадратного метра. Комментарий о том, что битва за урожай уже прошла, мне понравился. Началась битва с урожаем. Видео о двух способах выращивания моркови можно посмотреть тут. Побывать в гостях на моем огороде в июле можно тут. Активная мульча. И как ее воспринимают агрономы. Как выращивать свеклу. Всем хороших урожаев. С вами была Наталья Сморчкова. Канал и сайт Огороде.Про. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok